А перед началом этого видео расскажу вам о прекрасной новости, ведь мы с издательством Росмен устраиваем для вас конкурс с прекрасными призами. Чисадеям в этом году 10 лет. 10 лет моей любимой серии книг, с которых началась моя любовь к чтению. Поэтому мы вместе с издательством дарим вам классные подарки. Сыгрывается целый набор из шести книг Чисадеев, две первые части серии, также фигурка Фанка Поппо этой вселенной. Условия невероятно простые, вам нужно только подписаться на мой канал, также подписаться на канал Росмен, ссылочку оставлю вам в описании под этим видео. А также оставить комментарий, участвую под этим видео. И все, больше ничего делать не надо, так что шансы у вас большие, желаю всем удачи! Следующие три полки у меня полностью посвящены книгам от Зайства Лайкбук, исключение только вот эти вот книги, но скоро они тоже уже отсюда уйдут, и добавятся сюда новые новинки от этого издательства. Из оформления здесь у меня открытка Люфт, это по книге Люфт Алая вода, у меня там еще несколько открыток, другие открытки украшают другой мой стеллаж, который мы с вами перейдем в следующей части. И здесь также приятные пожелания и автограф от автора. Миленькие зайчики, почему-то стоящие спиной, ну да ладно, потому что здесь тоже много романов, и они вот такие вот милашки, целуются, так что подходят. Еще одна открыточка, и прекрасный, милый, плюшевый мишка. Во-первых, здесь у меня стоят книги Яны Мия, тоже один из моих любимых русских авторов. Первая дилогия Фанатки, она законченная, поэтому ее можно спокойно читать Фанатки и Фанатки 2. Серия, которая разбила мне сердце, особенно первая часть, вторая часть его склеила, но не до конца, но все равно эту дилогию я безумно люблю. И еще одна книга, которая мне тоже понравилась, и это тоже будущая серия, книга «Мы вернемся». Здесь даже были такие прям жестокие моменты, но концовка также разбила мне сердце, но не знаю, когда, если честно, будет продолжение, пока про это ничего не известно. Игры наследников, и последствительность тоже достается, но пока подожди. В общем, игры наследников у меня пока не прочитаны, есть она у меня в летних планах, поэтому в скором времени буду читать. И вообще, я сразу предупреждаю, что на этих полках будет достаточно много непрочитных книг, потому что я просто не успеваю читать столько новинок. Но эта книга у меня есть в планах на лето, обязательно ее в скором времени прочитаю. Последняя свидетелька Клэр Макфол, книга, которая меня супер удивила. Она меня не то чтобы супер удивила, она меня прям поразила, и я сидела в шоке, когда ее дочитала. Так что эту книгу я люблю, эта книга мне понравилась, и я могу вам ее советовать. Заметки о любви, такой вот роман, где есть и путешествия, и все, но все-таки чего-то мне не хватило в этой книге. Возможно, не сильно я прочувствовалась к чувствам героям, как-то это было не так сильно натурально. Но, в общем, не зацепила меня эта книга, на один раз прочитала, забыла. «Счастливчики» — это книга о стрельбе в школе, вот эта вот книга, поднимающая такую вот важную, серьезную тему. И напомнила мне эта книга, фильм «Мне не стыдно», обожаю фильм этот, и поэтому эту книгу я тоже хотела прочитать. Но, опять же, вот не хватило мне. Герои какие-то показались мне картонными эмоциями, вот не было этих эмоций. Вот такая вот страшная вещь описывается в книге, а герои какие-то вот безэмоциональные амебы, вот что я могу сказать об этой истории. Поэтому тоже книга меня, к сожалению, совершенно не зацепила. А вот «Начало всего» Робин Шнайдер мне понравилась, хотя тоже книга поднимает важные темы. И проблема с родителями, вообще какая здесь раскрывается тема, какая-то произошла трагедия. Тоже книга достаточно стеклянная, несмотря на вот такую вот яркую обложку, вроде бы, что и история летняя. Нет, она прям мрачная, и в конце здесь также есть стекло. Да не только в конце, вся эта книга стеклянная. «Девушка в пеках» должен быть захватывающий трейлер. Это одна из таких последних новинок у Likebook, поэтому тоже еще не успела с ней познакомиться. Но книжечка тоненькая и должна быть, по идее, интересной. Крайне мере, аннотация меня захватила. Все твои грязные секреты, детектив, мнения об этой книге разделяются. Кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Но лично мне она попала в нужное время, мне она понравилась сильно. И у меня с этой книгой есть читательский влог, поэтому можете его посмотреть на моем канале. Ссылку я, наверное, оставлю в описании под этим видео, чтобы вам долго его не искать. А эту книгу я люблю. Вот прям люблю-люблю-люблю. Любовной любовью я люблю. Это у нас «Духовка Сильвии Плат». Ой, как я рыдала, эта книга, как она мне разбила сердце. И вот, не знаю, вроде бы поначалу казалась история, которая не зацепит, и она мне долгое время стояла на полке. Вот знаете, самое интересное, то, что я вот никак не могла ее начать. Думала, что история будет скучной и неинтересной. А в итоге я взяла, она мне разбила сердце, вывернула меня наизнанку. Такое здесь происходило. Конечно, книга во многом связана с религией, с уставом определенным, связанным с религией. Но меня это не напрягало в данном случае. Я сильно-сильно привязала ее с героем. И концовка, эта концовка, это, конечно, ужас. Книги Кейлин Тотт как раз-таки. Вот «Люфталая вода», по которой у меня есть открытки. Вот несколько открыток у меня осталось в книге. Вот такие вот, которые передают атмосферу истории. Они такие вот мрачные. И, не знаю, мне такая атмосфера прям нравится. Поэтому я планирую просить эту книгу. Но не знаю, когда. В планах она летних есть. Но все-таки смотрю на эти открытки. Мне кажется, такая история будет уютная. Такая она будет не то, что уже уютная, а немножечко мрачноватая. Но для меня почему-то такая вот эстетика, она является еще и уютной. Поэтому, думаю, может быть, все-таки на осень оставить. Но посмотрю уже по своему желанию, как пойдет. И Норвут «Призрачные нити». В скором времени должна выйти вторая часть. Первая часть мне не то, чтобы не понравилась, но как-то я не привязалась к героям. Атмосфера была обалденная. Вот действительно атмосфера просто шикарная. Но герои меня как-то не зацепили. Возможно, все-таки вторая часть это исправит. Поэтому вторую часть я обязательно буду читать. Книга, которую я также очень люблю, это «Домой, не по пути». Здесь также есть и путешествия. И раскрывается много проблем. Проблемы с родителями, проблемы одиночества. Книга о том, как найти себя. И книга о любви, и книга о дружбе. И здесь куча цитат, которые для себя высеяла. Прямо которым меня вдохновляли и мотивировали, когда я читала. Так что вот определённо эту книгу им советую. Я тоже от неё ничего не ожидала. В итоге получила многое. «Он мой ангел» Сабина Рейна мне совершенно не понравилось. Здесь, кстати, красивый форс вот такой вот. Но книга совершенно не понравилась. Как будто неудачный плагиат на одной из историй из клуба романтики. Вот такие вот две сравнения с этой книгой. Следующее, что у меня осталось, это трилогия. Хотя я думала, что буддилогия долгое время, но нет трилогия. «Мара и морок». Обожаю «Мара и морок». «Мара и морок» — особенная тень. Прочитана. Люблю всем сердцем. Посмотрите, сколько здесь у меня стикеров. Их тут так много. Потому что столько моментов, которые мне так нравились горячо. Я это всё отмечала и перечитывала уже эти все стикеры. И также вот «Горячая новинка» — это «Мара и морок» 500 лет назад. Ох, но эта книга у меня ещё не прочитана. Жду я, жду я, жду. Я не знаю, чего я жду. Но, в общем, пока мне не хочется её читать. Хочу я растянуть это удовольствие. Значит, у меня есть ещё одна непрочитанная, прекрасная книга Лея Арден. И ещё одна серия Лея Арден, которая ещё выходит. Она у меня не прочитана как раз-таки по этому поводу. Мне просто страшно её читать из-за того, что я боюсь, что там будет какая-то стеклянная концовка. Это у нас золото в тёмной ночи. И также достойный высший суд. Обалденный, конечно. Также обложки, карты вот такие вот здесь есть. Посмотрите, какие здесь мандалы. И сзади всё вот так вот золотым переливается. Ну, в общем, красота, красота, конечно. Но я жду пока что продолжения. Возможно, не дождусь и прочитайте книги. Но мне говорят, что концовка у второй книги ужасная. Лучше подождать третью книгу. Мы с вами спускаемся ещё ниже. Здесь у меня висит открытка по книге «Жажда» Трэйси Вульф. Вот с главными героями. Также ещё мне приходили вот такие вот зубки вампира. В общем, приходил мне бокс по этой книге. Поэтому там были ещё вот такие вот зубки прекрасные. И была вот такая вот большая наклейка также с главными героями. Но я использую её просто как плакат. Не плакат, она у меня просто лежит здесь сверху. Ещё из декора у меня здесь вот такой вот ночничок стоит. Здесь у меня стоит будущая адрелогия «Поступи хаоса». Пока что вышли две книги вот в таком вот шикарном издании. Внешне невероятной красоты. Здесь вот так вот всё переливается. Внутри прекрасный фортиц. И здесь в самой книге какие-то есть вставки вот подобные. В общем, прям классное издание книги. Приятно держать в руках. Они больше по формату. Третья часть должна уже выйти осенью. Поэтому вся эта трилогия у меня есть в планах на осень. Я решила, что хочу прочитать эту трилогию залпом. И надеюсь, что она мне понравится. Трилогия – это «Моя новая любовь». «Одна истинная королева», коронованная звёздами и созданной тени. Вы только посмотрите на это оформление. Здесь обложки soft-touch. И это у нас супер обложки. Под ними скрывается вот такая вот чистая обложка. Без текста, без всего. И выглядит это шикарно. Также внутри есть карта. И внутри есть всякие разные вот такие вот. Не всякие разные, а просто где глава, вот такие вот деревья. Из-за этого вот так вот выглядит симпатично. И видно, когда там следующая глава. Поэтому это прекрасно. Обожаю эту дилогию. Мне она понравилась. Это прекрасная фэнтези. Здесь и роман. И другой мир прекрасно прописанный. Поэтому я люблю эту дилогию всем сердцем. Говорят, что главная героиня в этой серии очень сильно похожа на меня. Поэтому мне, конечно, приятно и приятно осознавать, что хоть какая-то есть серия, где главная героиня так сильно похожа на меня. Как раз таки эта книга «Жажда». Похожа на Суберки. И вот скоро выйдет вторая часть. Эта книга мне понравилась. Поэтому вторая часть я прям жду-жду-жду-жду. И когда она выйдет, наверное, прямо сразу прочитаю. Но хоть и книга похожа на Суберки, все равно она мне понравилась. Суберки я тоже люблю, но я имею в виду, что это не прям просто плагиат какой-то. Какая красавица, пока что не прочитана, но хочу познакомиться в ближайшее время. Здесь у нас атмосфера 70-х годов. То есть вы понимаете, там всякие, наверное, балы будут. Такая вот мрачная эготическая атмосфера, которая меня привлекает. Что-то прям смотрю, и много у меня, конечно, непрочитанных книг на этой полке. Но ладно. Диалогия «Белый олень и король гоблинов», которые у меня есть в планах на осень. Все-таки хочу прочитать осенью, потому что книги такие, знаете, мрачные должны быть. И вот хочется мне такого именно почитать осенью. Вообще это фэнтези. Говорят, что здесь такое должно быть фэнтези, что оно именно прям жестокое. Тут кровища, куча всего такого. И вот прям осенью меня тянет такое читать. Поэтому как прочитаю, обязательно с вами поделюсь, с вами впечатлениями. Но отзывы слышала я неплохие. Также это Маргарет Эдвуд, рассказ «Служанки». Вышел он не так давно, сериал интересный. Но я его не смотрела, слышала, что он классный. Поэтому после прочтения книги обязательно его посмотрю. Но книга у меня еще не прочитана. И также Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Давно хотела познакомиться. Вот вышло прекрасное издание не так уж и давно. И я решила, что оно мне надо. На гастрональческое цветы для Элджернона. Вы знаете почему. Что эта книга у меня стоит на полках 4 года примерно. Еще у меня есть в мягком издании, до которого мы, наверное, дойдем. Я уже не помню, где она стоит. Но, в общем, стоит эта книга у меня долго. Вот вышла, опять же, не так уж и давно новое издание. И теперь в летних планах она у меня есть. Эта книга зацепила свои аннотации, когда прислали рассылку. Так, в принципе, я и выбираю книги, которые я буду брать. Именно по рассылкам там аннотации прикрепляют. Эту книгу я выбрала после того, как посмотрела сериал как раз-таки от Netflix. Сериал мне понравился. Я думала, что прочитаю книгу. Но решила ставить ее на следующий год. Все-таки я уже немножечко и сериал подзабуду. И как-то все-таки думаю, что это будет интереснее, чем бы я посмотрела сериал и прям сразу же прочитала книгу. Поэтому сравню спустя год. Возможно, надеюсь, я забуду немного сериал. Мне будет интереснее читать книгу. Вот эта история меня полностью разочаровала. Это Сальце и Веретено, и Ной по Гринвичу. Совершенно мимо меня эта история прошла. Совершенно не понравилась. Даже вот прям, знаете, какое-то вращение от этой книги. Я не смогла ее дочитать. Прочитала 117 страниц. Но вот прям вот не мое. Прям не нравится, не могу. Хотя обложка, обложка, я была в восторге от нее. Такая одна мрачная, прекрасная. Но вот не моя история. Совершенно не для меня. Скажи волкам, что я дома. Я давно хотела познакомиться. И вот познакомилась где-то полгода назад. И книга мне понравилась. Алмазный город. Пока что у меня так же не прочитано, как и не прочитано. Книга Гейл Форман. Всего один день, плюс лишь одна ночь. Прежде чем я упаду, кстати говоря, я еще смотрела фильм «Отрица времени». И я эту книгу читала как раз, как только фильм вышел. И мне понравился и фильм, и книга. Хоть читала давно, но прям у меня приятные воспоминания связаны с этой книгой. Девочки-мотыльки, которые я историю читала в марафоне 24 сочтения своим первым. Но книга, к сожалению, мне совершенно не понравилась. Я от себя выдумала тоже история, которая не оставила меня в таком вот восторге, как она оставляет многие, к сожалению. Все-таки как-то, не знаю, тоже история прошла мимо меня. Она мне не понравилась и в некоторых моментах казалась странной. И вот, наконец, нашли до истории, которая мне понравилась. Это Элиза и ее монстры. Очень я люблю эту книжечку. Она такая еще маленькая, не могу вот ее оформление. Здесь еще внутри всякие разные картиночки есть, которые рисовала главная героиня. И также, смотрите, целый комик здесь есть. И какие-то переписочки, вставочки. И вот прям эта история меня впечатлила. Эта история мне прям понравилась. И вот мы с вами дошли до последней полки на этом стеллаже. И здесь у меня опять же висит картиночка просто красиво. Кстати, вот эти вот картинки, они от заклада, который он показывал с Филом Энели. Также висит открытка, опять же, по книге фанатки Яны Мия. Также здесь у меня просто стоит вот такая вот шкатулка ради украшения. И вот такой вот ангелочек. Здесь у меня стоит также, это является и украшением, но это еще и приятный, прекрасный комикс, который называется «Странная планета». Я его прочитала за несколько часов, даже, наверное, не за несколько, а примерно за часик-полтора. Это было прекрасно. Это вот такой вот милый-милый комикс. Даже, знаете, кому-то подарить, мне кажется, это будет прекрасным подарком, потому что действительно ты отдыхаешь с ним и получаешь приятные такие вот милые эмоции. С этим книгам, во-первых, это «Дерево растет в Руклине» Бетти Смит. Люблю эту историю, сильно мне понравилось, сильно меня зацепило. Я уверена, что я обязательно буду перечитывать эту книгу. «Ла Элиза» Анны Шерри. Хотела бы познакомиться с этой книгой очень сильно, но в итоге мне писали, что все-таки лучше прочитать сначала трилогию вроде бы Анны Шерри, а потом уже читать эту книгу, и все-таки, наверное, я к вам прислушиваюсь, и сначала приобрету ту трилогию. Книга Ким Ликит, это «Год благодати», которая мне понравилась очень сильно, такая вот мрачная история интересная, и также прям вот горячая новинка, это «Последняя жатва», тоже планирую прочитать, но, скорее всего, «Осенью» как раз-таки из-за того, что эта история обещает быть мрачной. Книга, которая, к сожалению, не разочаровала или просто попала мне не в нужное время, это «Пьянки и осиони», вроде бы правильно прочитала, но уж очень сложно, это у нас «Быстро падает», хотя, конечно, обложка, оформление в этой книге, также даже есть плейлист, все шикарно. Возможно, я все-таки буду читать продолжение, потому что, да, это у нас серия, и вроде бы продолжение должно быть скоро выйти, но все-таки, да, может быть, я прочитаю, может быть, изменю свое мнение по поводу этой книги. «Гимон и Кастен», вот недавно сказали, что скоро у нас должно быть продолжение книги «Начни сначала». Это прекрасные новости, потому что «Начни сначала» мне понравилось, но следующая книга уже будет о других героях, то есть это как бы у нас будущая серия, но каждая книга будет про разных героев, про новых героев, возможно, они как-то будут переплетаться или герои будут появляться, но думаю, что это должно быть интересно, вот эта книга мне понравилась, поэтому, конечно, от второй книги я ожидаю того же или даже большего лучше. Первая трилогия «Мон и Кастен» — это «Спаси меня», «Спаси себя» и «Спаси нас». Если честно, «Начни сначала» мне понравилось немного больше, но все равно трилогию я тоже люблю. Книга про кей-поп-группу и фанатку — это «Когда мы мечтаем». Не читала еще, думаю, что многие слышали какие-то отрицательные отзывы, я в том числе. Скоро должна быть выйти вторая часть, это вообще у нас трилогия, что меня, конечно, немножечко пугает, что все так плохо отзываются, но многие плохо отзываются, это у нас еще и трилогия, то есть три книги такие вот немаленькие, поэтому посмотрим-посмотрим, но первую книгу я пока что еще не читала и пока даже не знаю, нужна мне вторая часть или не нужна. И вот мы с вами переходим к моим любимым авторам — это Лена Сокол и Ася Лавринович. Книги Лены Сокол у меня еще есть на другом стеллаже, поэтому это как бы не все, но вот большинство книг у меня стоят здесь. Это, во-первых, книга «Небо, полное звезд», которую я еще не читала, это тоже новиночка у Лены, и в скором времени она у меня обязательно в планах, я не знаю почему, эта обложка мне напоминает «Виноватые звезды», как раз еще что-то история стеклянная. Ох, ну иногда такого хочется. Сердце умирает медленно, история понравилась, история была сильная, даже такая вот прям мрачноватая, но это у нас еще и роман, поэтому я осталась в восторге, да, в принципе, от всех книг осталась в восторге. У Лены Сокол также это Кири Джема, не помню, это либо первая, либо вторая моя книга у этого автора, прекрасный роман про Тима, это обаятельное чудовище, Тим появлялся в книге «С тобой никогда», который как раз мне стоит на другой полке, и вообще Тима — это такой классный герой у Лены, он такой интересный, и он странный, то есть это герой, от которого не знаю, что ожидать, и в этой книге он прям раскрылся, это прекрасно, что вот есть книга про него. Мне было очень интересно про него прочитать, вот я это сделала, и книга, конечно, меня тоже ставила в полнейшем в восторге. И романы, но это тоже 18+, и вот еще два романа, которые из категории 18+, это «Очень плохой профессор», и также «Наглец», эта книга мне тоже, в принципе, понравилась, «Наглец» понравился еще больше, прям от «Наглеца» я осталась в восторге, прочитала за вечер, через несколько часов, на одном дыхании, потому что не могла остановиться, уж очень эта история была интересная. Такая вот стопочка, стопочка книг Аси Лавренович, такие вот они яркие, прекрасные. Романы Аси — это как глоток свежего воздуха для меня, потому что ее книги такие добрые, душевные, светлые. Есть вот книга «Худшие подруги», которую написала вместе с автором Алекс Хилл, книга мне понравилась, и с Алексей я тоже планирую знакомиться дальше, скоро вот должна в лайкбук выйти ее книжка. И вот остальные книги, это у нас «Поцелуй под Амелой», «Любовь не по сценарию», «Зимняя история», если сравнивать эти книги, то «Поцелуй под Амелой», к сожалению, мне понравилось меньше всего из книг Аси, если брать. Она тоже была неплохой, но понравилась вот меньше всего, а вот «Любовь не по сценарию» тоже не промывал, но все-таки по атмосфере мне понравилось больше не падать. «Ново зайца», обожаю, обожаю. Такая смешная и позитивная история, вот самая смешная книга у Аси, и я прям в восторге осталась. Также «Там, где живет любовь» суперлетняя книга, здесь лето, лагерь, я вот читала ее совершенно недавно, и читала ее постоянно на природе, читала в небольшой поездке в другой город, и как это было прекрасно и волшебно, прям так атмосферно. Еще одна, кстати говоря, такая прям летняя история, «Это ты, мое счастье», эта книга уже про путешествия, читала ее в том году так же летом, и это было тоже прекрасно. Моя любимая книга у Аси, «Любовь Сереглазого короля», не знаю, почему она меня так сильно зацепила, но как-то так она мне понравилась, и здесь были все времена года абсолютно, особенно как здесь описывалась зима, я читала эту книгу осенью, я хотела бы упасть в сугроб, такие вот у меня эмоции прекрасные были, в общем, шикарная эта история, как и все, я говорю про все книги, сейчас шикарная, шикарная, но вот мои любимые авторы, я не могу сдержаться и не сказать, что история шикарная, и вот с этой книги у меня началась любовь к этому автору, вообще мое первое знакомство, «Влюбиться 90 секунд» тоже понравилось, конечно же, и еще одна книжка, которая мне понравилась уже не так сильно, вот из категории «Любовь не по сценарию» примерно так же, это «Любовь под напряжением», но тоже хоть мне не так сильно понравилась, но не могла оторваться и прочитала за вечер. Вот такая у нас красота получается, обложка, конечно, загляденье. Вот в июле должна выйти новая книга у Аси, также летняя, шикарная обложка, кстати, обложка прям под мой маникен подход, к сожалению, наверное, не успеет она выйти, я уже сделаю другое, но не суть, в общем, ждем, 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 это книга с летней атмосферой, а у Аси прям получается идеально прописывать именно вот какую-то атмосферу книг, она идеально описывает все времена года. А на этом было все, мы посмотрели с вами прекрасные три полочки, очень надеюсь, что вам понравилось это видео, ждите следующей части, и всем пока-пока!